Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Статистика свидетельствует о том, что рак молочной железы неуклонно растет. Стадийность на 2014 год, вы видите, первая и вторая стадия диагностируются в 46 и в 22%. По данным Всемирной организации здравоохранения, маммография является единственным методом скрининга, доказавшим свою эффективность. За последние 50 лет смертность от рака молочной железы в странах с высоким уровнем дохода при охвате населения маммографическим скринингом на 70% снизилась на 20-30%. Рекомендован маммографический скрининг женщинам от 40 до 60 лет каждые 2 года. На современном этапе диагностика рака молочной железы представляется следующим образом. Это скрининговая маммография, диагностическая маммография и используются уточняющие методы диагностики. Это томосинтез, контрастная спектральная маммография и для подтверждения диагноза корбиопсия под контролем цифровой рентгеновской стереосистемы. Так представлена была маммография ранее, когда мы использовали пленки, и это была стандартная рентгеновская маммография, обладающая большим количеством недостатков. Это полная зависимость от технических параметров, неэкономичностью, невозможностью передачи полученных данных на расстоянии, невозможностью работать со снимком, обладающая низкой чувствительностью, и по длительности исследования занимало достаточное время. На слайде представлена стандартная аналоговая маммография. Появление современного цифрового оборудования позволило снизить дозу облучения при маммографии, вы видите на слайде, до 1 тысячной грей, и опасность развития рака 5-6 случаев на 1 миллион с латентным периодом до 20 лет. Вы видите, на 1 миллион исследуемых женщин выявляется только всего 330 случаев рака молочной железы, и соотношение пользы-риск составляет 60 к 1. Цифровая рентгеновская маммография позволила снизить лучевую нагрузку, метод экономичный, появилась возможность передавать информацию на расстоянии, появилась возможность архивировать снимки, возможность работать со снимком. Метод обладает высокой чувствительностью и затрачивается меньше времени на исследование. На слайде представлена стандартная маммография, цифровая рентгеновская маммография. Вы видите, мы можем работать со снимком, делать инверсию снимков, увеличивать или менять снимок. Вы видите, на данном слайде мы увеличили и увидели участки локальных скоплений микрокальцинатов. При таком увеличении мы видим участок локальных скоплений микрокальцинатов, который более похож на рак молочной железы. Цифровые рентгеновские дуктограммы представляются вот таким следующим образом. Вы видите, множественный трипротоковый папилломатоз. Так выглядит рак молочной железы внутрипротоковый при увеличении цифровых маммограмм. Стандартизация заключения на сегодняшний момент используется система Байрац. Система стандарта, которую мы непосредственно внедряем в своем центре. Я думаю, что во многих центрах это тоже система используется. Система классифицируется от 1 до 6 и позволяет четко определить пациента конкретной категории. Дополнительные методы диагностики, которые мы используем на сегодняшний момент. Это методика томосинтеза, получение послойного изображения. Методика проводится в стандартных проекциях, кране упаудальной латеромедиальной, по 9 сканов с каждой стороны. Если проводить методику томосинтеза сразу, без предварительной маммографии, стандартной, то лучевая нагрузка значительно ниже, чем при стандарте. И у методики есть собственные IT-решения, позволяющие архивировать снимки. Показаниями к методике томосинтеза служат плотная структура молочной железы, рубцово-фиброзные изменения, деформирующие структурный рисунок. И методика используется для дифференциальной диагностики узловых образований. Вы видите на томограммах, это стандартный снимок, а это уже в обработке томосинтеза мы хорошо видим маленькое узловое образование. Так выглядит маленький рак молочной железы на томограммах. Достаточно выраженная мастопатия на маммограммах. И при обработке данных мы видим множественные кисты молочной железы. Другая ситуация. Видите участок локальной перестройки структуры. И при дополнительной томографии хорошо виден опухолевый узел. Следующая ситуация. Также есть участок перестроенной структуры. И на томограммах в одном из срезов вы видите плотный опухолевый узел рак молочной железы. Следующий слайд. Тоже нерезко выраженная маммография. Мастопатия. И мы видим участок перестроенной структуры, который при последующей томографии выявил рак молочной железы. Другая ситуация. Тоже достаточно выраженная мастопатия. И при послойном сканировании вы видите участок локальной тяжистой перестройки, который в последующем, после гистологического исследования, дали рак молочной железы. Другая ситуация. Стандартная маммография. При томосинтезе мы выявляем опухолевый узел. Ситуация. Пациентка после хирургического вмешательства. Рубцовые изменения. И вы видите на томограммах. Мы видим маленький опухолевый узел. Рак молочной железы. Стандартная маммография. Томосинтез и опухолевый узел. Другая ситуация. Выраженная мастопатия. И при сканировании мы выявляем опухолевый узел в молочной железе. Данные разных исследований показывают. Так, например, исследование в университете Пенсильвании с 2011 по 2014 год, где проводилось сравнение томосинтеза и скрининговой маммографии. И результаты показали следующее. Что у женщин моложе 50 лет распознавание рака с помощью томосинтеза примерно в 3 раза выше, чем при классической цифровой маммографии. И количество вызовов до обследования снизилось на 12%. Другое исследование в больнице университета Осло, проводимое более 25 тысячам женщин, показало, что сочетание классической маммографии с томосинтезом на 30% увеличивает выявляемость рака молочной железы в сравнении с проведением только классической маммографии. Другое исследование, проведенное в Ельском университете с 2010 по 2015 годы, показало, что в результате уменьшения доли до обследования и ранней диагностики рака молочной железы было истрачено 78 долларов на каждую женщину. Условная стоимость томосинтеза составила 50 долларов стоимости маммографии. Экономия на каждую женщину составила 28 долларов, и если это экстраполировать на результаты населения США, то есть вы видите, экономия составляет 550 миллионов долларов ежегодно. То есть эффективная методика. Современные позиции были оценены в Великобритании с томосинтезом, и анализ работ, проведенный за два года 2012-2013, показал, что томосинтез молочных желез является перспективным методом исследования, и регламентация его использования должна разрабатываться и в дальнейшем. Могу сказать, что в прошлом году в Америке томосинтез был утвержден FDI как скрининговый метод. Другая методика уточнения – это контрастная маммография. Исследование выполняют также в стандартных проекциях – краниокалдальной, элатромедиальной и в двух энергетических режимах. Показаниями служат уточнение сомнительных результатов скринингового обследования, дифференциальная диагностика узловых образований, и методика используется для определения локализации патологических очагов целью уточнения объема хирургического вмешательства. Противопоказаниями служат беременные и кормящие женщины, пациенты с аллергией на йодосодержащие препараты и пациенты с имплантами в молочных железах. Используется автоматический инжектор контрастной среды, вот так он представлен, и рентгеноконтрастные препараты. Совершенно различные могут быть использованы препараты, начиная от птирея, и кончая мнипаком, и далее. Методика заключается в введении контрастного вещества в расчете на 1,5 мг кг веса пациентки, скорость введения 1,5 мл в секунду, значит, естественно, пациентка сдает анализ крови на мочевину креатинин, и, естественно, мы получаем согласие пациентки на проведение данного исследования. Методика заключается в следующем. Делаются снимки, вводится контрастный препарат, а далее делается сканирование в промежутке от 2 до 7 минут. И вот в такой последовательности. Крайне укоудальная не заинтересованная, крайне укоудальная заинтересованная, и далее латер-медиальная заинтересованная, и латер-медиальная не заинтересованная. И на данном слайде вы видите, вот здесь представлена следующая последовательность. Вот пациентки делают такое сканирование. И далее проводится интерпретация результатов. Отдельной классификации для контрастной маммографии на сегодняшний момент не существует. Мы делим по стандарту, по байрац, и контрастные зоны делятся на высококонтрастные, это байрац 5, среднеконтрастные и кольцевидно-контрастные, это байрац 4, низкоконтрастные, байрац 3, 2 и неконтрастные, это байрац 1. И на данном слайде вы видите, препарат хорошо накапливается, это высококонтрастный байрац 5, среднеконтрастный байрац 4, 2 и 3, и байрац 1, когда контрастное вещество не накапливается. И примеры. Стандартная маммография, и далее мы видим здесь образование малых размеров, менее сантиметра, и обратите внимание, как накапливается препарат и как хорошо виден опухолевый узел. При последующем дообследовании был подтвержден рак молочной железы. Следующая маммография стандартная, и вы видите контрастную маммографию, где накапливается один большой очаг и несколько маленьких. Рак молочной железы был подтвержден, мультицентрическая форма. Другая ситуация. Диффузная мастопатия. Ввели контрастный препарат, и вы видите, как накопился опухолевый узел. Вы видите, в данной проекции мы плохо видим, есть какой-то участок уплотнения, но тем не менее не видим самого опухолевого узла. Другая ситуация. Тоже стандартная маммография. И если здесь виден просто участок уплотнения структуры, то как хорошо накапливается контрастный препарат в опухоли. Достаточно выраженная мастопатия на маммограммах, и вы видите, как хорошо накапливается препарат в опухолевом узле малых размеров. И диагноз был подтвержден, что инвазивная протоковая карцинома. Другая ситуация. И мы видим мультицентрические, мультицентрическая форма рака молочной железы. Другая ситуация. Узел и накапливается препарат. Тоже мультицентрическая форма рака молочной железы. Два опухолевых узла. Здесь стандартная маммограмма, контрастная маммография. Здесь интересный случай был. Сделали стандартную маммографию, увидели узловый компонент. И при последующей контрастной маммографии выявили рак в кисте. В пациентке УЗИ не проводилось. Маленький опухолевый узел, который хорошо накапливает контрастный препарат. Инвазивный дольковый рак. Другая ситуация. Пациентке после уже хирургического вмешательства была проведена контрастная маммография, потому что был очень выраженный грубый рубец. И вы видите, препарат не накопился. Это рубцовая деформация. Также пациентка после хирургического вмешательства. Был выявлен очаг неблагополучий. Слабо накопился. Но после последующей биопсии подтвердили, что это просто воспаление. Другая ситуация. Тоже пациентка после хирургического вмешательства. И здесь рубцовая деформация. И был выявлен рак в рубце. Ну, а здесь пример доброкачественной опухоли. Листовидная фиброденома. Она достаточно слабо накапливается. Что вообще характерно для доброкачественных опухолей. И использование. Резюмирую вышесказанное. Контрастная маммография используется, повторюсь, для дифференциальной диагностики образований, для определения мультицентричности и мультифокальности поражений, для определения объема хирургического вмешательства. Если предположительно предполагается секторальная резекция, а мы выявляем мультифокальность, то, соответственно, мы делаем другой объем операции. И, естественно, методика используется для мониторинга лечения рака молочной железы. И единственный пример, собственно говоря, исследований в мире, проведенный в Каире, в клинике Каирского университета, где использовалась контрастная маммография. И результаты использования этой методики показали, что оценка морфологии и контрастных характеристик поражений молочных желез расширяет возможность цифровой маммографии в дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных изменений. И, естественно, методика стереокорбиопсия, которая используется для как раз подтверждения малых узловых образований. Методика достаточно чувствительная. Это система навигации на объект. И вы видите, когда есть участки перестроенной структуры, есть участки локальных скоплений микрокальцинатов и маленькие опухоли узлы, чтобы подтвердить диагноз, мы используем эту методику. Привожу данный случай, очень интересный. Это рак молочной железы, причем с естественным контрастированием млечных протоков у пациентки и множественными локальными скоплениями микрокальцинатов. Другая ситуация. Внешний узел, похожий на доброкачественный, при проведении корбиопсии под контролем с цифровой стереосистемы, подтвердил рак молочной железы. Иллюстрация для показа, для презентации. Собственно говоря, это доброкачественное образование. В одном случае это фиброаденома обозвесленная, в другом случае галактоцели обозвесленная. Так выглядит фиброаденома молочной железы. А в данном случае мы выявили, хотя внешне было похоже на рак молочной железы, диагноз был подтвержден в пользу узловой формы мастопатии. И, используя стереосистему, мы проводим предоперационную разметку образований и участков локальных скоплений микрокальцинатов, для того, чтобы женщине сохранить грудь и провести оптимальное хирургическое лечение выполнить. Резюмируя вышесказанное, современная маммологическая клиника представляется собой, в которой осуществляется скрининг, диагностика, лечение и консультативная работа. Это позволяет увеличивать пропускную способность пациентов, выявлять заболевания на ранних стадиях, проводить прицельные биопсии. И в заключении хочу сказать, что цифровая рентгеновская маммография и дополнительные методы томосинтеза и контрастной маммографии являются точными и информативными методами, а цифровая маммография является точным методом скрининга. И модернизация в клинической маммологии привела к улучшению визуализации, к увеличению эффективности работы, к раннему выявлению и своевременному лечению рака молочной железы, а корбиопсии под контролем цифровой стереосистемы эффективно и позволяет с точностью до 99% подтвердить диагноз. И в заключении хочу привести слова журналиста Бертрана Рассела, который сказал, что диагностика достигла таких успехов, что здоровых людей практически не осталось. Спасибо за внимание. Спасибо.